Пропуск на себя и на автомобиль жители улицы поселок Мирный начали оформлять аккредитации на саммит Россия-Африка. Почти 13,5 миллионов рублей выделят на покупку жилья для детей-сирот. Такое решение сегодня приняли депутаты на сессии Градского собрания. Новая котельная и, наконец-то, безопасный мост. Глава Сочи встретился с жителями Волковки и Дагомыса. В Сочи пройдет фестиваль культуры и спорта пара-арт. В этом году он соберет участников из 16 регионов. Краснодарский край готов принять очередной российский этап «Формулы-1». О мероприятиях в преддверии события мирового масштаба журналистам рассказал глава региона. Шестой российский этап королевских гонок пройдет с 26 по 29 сентября в Сочи. Вениамин Кондратьев отметил, что в дни проведения соревнований город-курорт ожидает принять тысячи болельщиков. Это, безусловно, одно из наиболее ожидаемых событий осени для жителей Кубани и для наших гостей. В дни гонок мы ожидаем порядка 150 тысяч болельщиков. Все они наши гости, наши туристы, которые стремятся получить комфортный, насыщенный и безопасный отдых. А это уже наша задача. Во время гонок за спокойствие зрителей и участников на Сочи автодроме будут отвечать около 2000 силовиков. Меры безопасности будут усилены по всему городу. Особое внимание уделяется аэропорту и вокзалам. По прогнозам, во время подготовки и проведения этапа гран-при аэропорт Сочи примет более 370 тысяч пассажиров. Вениамин Кондратьев также отметил, что на формуле задействуют 170 медиков. Большинство из них из Краснодарского края. Дежурить будут 23 бригады скорых и два вертолета. Для удобства жителей курорта и туристов в дни проведения гонок от Большого Сочи в сторону Олимпийского парка в два раза вырастет количество электричек. Ласточки будут совершать до 110 рейсов. Порядок на гонках вместе с другими правоохранительными ведомствами охраняют сотрудники и военнослужащие Росгвардии. В Олимпийском парке уже заступили на пост сотрудники Краевого управления и военнослужащие Южного округа войск Национальной гвардии России. Перед началом автогонок инженерно-технические группы обследовали все объекты проведения мероприятия. Сотрудники будут обеспечивать безопасность транспортной инфраструктуры, а также в прибрежной части акватории Черного моря. Контроль будут вести из воздуха. За всем, что будет происходить в Олимпийском парке, следит ОКО. Так называется система высотного видеонаблюдения на базе аэростата. Ее безотказная работа – задача авиационного отряда специального назначения Росгвардии. Королевские гонки завершатся в воскресенье, а уже в октябре Олимпийский парк снова примет гостей – участников саммита «Россия-Африка». Аккредитацию на него проходят и жители улицы, поселок Мирный. Сейчас люди сдают свои личные данные, чтобы уже получить пропуска для прохода на территорию проведения форума. Сегодня мы принимаем у вас все документы. В течение недели будет готов ваш аккредитационный бейдж. Мы либо вам прозвоним и скажем, где пункт выдачи, а либо мы сами будем его разносить, чтобы вы знали. Этот муниципальный пункт выдачи и аккредитации открылся на улице поселок Мирный недавно. Здесь проходит сбор персональных данных граждан для получения пропуска в зону проведения саммита «Россия-Африка». Сама процедура не сложная, времени занимает немного. «Предоставляешь паспорт, техпаспорт на автомобиль, заполняешь данные автомобиля и все. Остальное девочки делают все сами, то есть ничего сложного». Пройти аккредитацию должны почти 300 жителей микрорайона. Пропуска позволят людям в дни саммита свободно посещать зону и подъезжать к своим домам на личном автомобиле. «Поэтому, думаю, стоит пройти, потратить 15 минут своего времени и быть спокойным, что посторонние люди здесь не окажутся. Это также в наших интересах». Пункт аккредитации будет работать до 28 сентября. Жители смогут без спешки в удобное для них время сдать документы специалистам муниципалитета. Но даже в дни проведения саммита сотрудники администрации намерены дежурить на месте и при необходимости помогать людям в сложных ситуациях. Периметр безопасности будет проходить между улицами Каспийская и Казачья. В этом районе будут установлены три контрольно-пропускных пункта, два пешеходных и один пешеходно-транспортный. Работать они будут круглосуточно. Именно на них и будут проверять те аккредитации, которые сейчас оформляют жители и гости, живущие на этой территории. Пока горожане оформляют аккредитации, сотрудники мэрии, представители силовых ведомств и организаторы форума обсуждают, как сделать работу участников саммита. Комфортное и безопасное межведомственное совещание проходит прямо на улице. Этот кабель перекинуть с этого столба на противоположную сторону и там пройти понизу, потому что здесь понизу нельзя. Более десяти управлений и департаментов Сочинского муниципалитета участвуют в процессе подготовки форума. Все коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Будет оперативный штаб, в который будет стекаться информация полностью от всех коммунальных служб. Соответственно, и будет поступать также на пункт ЕДДС нашей системы. Будем мониторить, быстро реагировать на любые какие-то возникновения нештатных ситуаций и устранять их в принципе в быстром режиме. Сотрудники штаба будут ежедневно следить за санитарным состоянием и благоустройством территории. Под контроль возьмут работу оперативных служб и ресурсоснабжающих предприятий курорта. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Напомню, что власти Сочи обратились с просьбой к горожанам, как можно меньше пользоваться личными машинами в период проведения саммита Россия-Африка. Также в это время будет ограничено движение грузового транспорта. О транспорте говорили накануне и в Москве. Там прошел рабочий день главы Кубани. В столице у Вениамина Кондратьева состоялся ряд важных и деловых встреч, одна из которых с министром транспорта России. С Евгением Дитрихом губернатор обсудил реализацию инфраструктурных проектов в крае. В частности, речь зашла о создании и реконструкции федеральных объектов. Это касается транспортных магистралей к Крымскому мосту, дальнего западного обхода Кубанской столицы и ремонта трассы Краснодар-Славенск на Кубани-Тимрюк. Так, по первому объекту уже получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. После оформления земельных участков дорожники смогут приступить к работам. Как отметил Вениамин Кондратьев, обход Краснодара важен для края проект, который позволит пустить в объезд городской агломерации транзитный транспорт и обеспечит подход к Крымскому мосту. Почти 13,5 миллионов рублей выделят на покупку жилья для детей-сирот. Вот такое решение сегодня приняли депутаты на сессии городского собрания Сочи, первой после летних каникул. Проблема предоставления жилья детям-сиротам в Сочи известна, а вся загвоздка в финансах. Стоимость квадратного метра, прописанная законом, гораздо ниже рыночной цены на курорте. После ходатайств властей Сочи администрации города дано право увеличить финансирование на покупку жилья для детей, оставшихся без попечения родителей. Как стало известно сегодня на сессии городского собрания, из бюджета города на эти цели дополнительно выделят еще порядка 13,5 миллионов рублей. Благодаря чему удастся купить 37 квартир. Именно столько детей-сирот сегодня нуждаются в собственных квадратных метрах. Второй вопрос, который затрагивает интересы горожан, это работа сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. Популярны такие рынки не только продукции от кубанских производителей, но и тем, что здесь можно ощутимо сэкономить. А вот фермерам, напротив, торговать в Сочи невыгодно. Сельхозпроизводители не устраивает арендная плата. Сегодня депутаты городского собрания Сочи единогласно проголосовали за снижение тарифа в четыре раза. Это снижение стоимости с 43 рублей до 10-15 рублей за одно место, за один квадратный метр для сельхоз ярмарок. То есть те люди-фермеры, которые приезжают на наши ярмарки, наши жители, которые выходят, это будет платить, насколько я указал, меньше, нежели ранее. Потому что цены на ярмарках наших в действительности меньше, нежели в магазинах. И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы снижалась цена на сельхозпродукцию на наших ярмарках. То есть это меньшая нагрузка на наших жителей. Такие выгодные условия привлекут в Сочи еще больше фермеров с Кубани, уверены в городском собрании. Поэтому в ближайшее время в городе могут появиться новые ярмарки выходного дня. С такой инициативой выступили адлерские депутаты. Власти Краснодарского края изменили сроки распоряжения региональным материнским капиталом. Поправки были внесены по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева и приняты в ходе очередной сессии законодательного собрания региона. Согласно изменениям, сообщают РИА Новости, многодетным родителям теперь не нужно будет дожидаться трехлетнего возраста третьего и последующего детей, чтобы использовать мат-капитал на уплату первоначального взноса по ипотеке, а также погашение основного долга и уплату процентов по кредиту. При этом семьи должны проживать на Кубани не менее трех лет. Изменения вступят в силу с 1 января. На реализацию новой нормы из краевого бюджета в следующем году планируется выделить почти 418 миллионов рублей. По данным краевых властей, за время действия закона с 1 января 2014 года уведомления на получение материнского капитала получили 60 712 семей. Средствами распорядились 13 275 семей, из них большая часть направила деньги на улучшение жилищных условий. Также средства направляли на получение образования и газификацию дома. Ранее власти региона сообщали, что в этом году право на краевой материнский капитал получат как минимум 3000 многодетных семей. Сегодня его размер составляет 124 тысячи рублей. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Купить недвижимость выгодно, безопасно, просто. С 28 по 29 сентября Зимний театр. Вход свободный. Глава Сочи Алексей Копайгородский встретился с жителями Лазаревского района. Но сначала мэр осмотрел проблемные объекты в Догомысе и поселке Волковка. Какую работу планируют провести местные власти для улучшения качества жизни в этих населенных пунктах и что уже сделано, расскажет Татьяна Говоркова. Смотреть под ноги здесь жизненно необходимо. Старые доски местами прогнили. Состояние пешеходных мостов не отвечает нормам безопасности, заключил Алексей Копайгородский после осмотра. Мэр поручил администрации Лазаревского района приступить к реконструкции настилов в ближайшие дни. Обновление требуют и другие сооружения. По поручению мэра будет создана рабочая группа, которая проинспектирует все мосты в Лазаревском районе. Обеспокоенность мэра вызвала и застройка в зоне подтопления реки Западный Догомыс. Проинспектировать, посмотреть, зайти в каждое жилище, посмотреть, что за условия, сколько людей прописано, не прописано, либо там отдыхающие снимают жилье. И будем принимать самые жесткие методы. Потому что это прежде всего жизнь и здоровье людей, и, конечно же, безопасность. Под особым контролем и ветхий фонд Догомыса. Алексей Копайгородский встретился с жителями одного из аварийных домов. Старая проводка уже привела к пожару в январе. В список ветхих это строение попало еще в 76-м году. И похожих домов в поселке не менее 20-ти. На территории всего Большого Сочи мы видим, что их тоже, наверное, за 100, наверное. Поэтому будет выработан в ближайшее время механизм. Но нам нужно понимать на этот момент, куда переселять. Поэтому сейчас вот как раз и будем все эти моменты смотреть. Договорились. Значит, вы не брошены, вы не одни. Раз мы сюда приехали, в любом случае будет результат. Мы думаем, что результат будет положительный. Хорошо? Все. Вам спасибо. Было бы хорошо. 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 Спасибо большое. Надежда. Спасибо. Спасибо. Глава Сочи поручил провести инвентаризацию всего ветхого фонда, в котором сегодня ютятся сочинцы. Ждали Алексея Копайгородского и в поселке Волковка, где состоялся сход граждан. Пришли более сотни неравнодушных селян, чтобы обозначить проблемы и поблагодарить главу города за оперативное решение накопившихся вопросов. В частности, за оперативный ремонт моста, соединяющего Волковку с трассой на Дагомыс. Еще неделю назад ездить по нему было опасно. Всего несколько дней и мост преобразился. Заменены дорожное покрытие и пешеходный настил. А рядом начали сносить заброшенный барак, который когда-то облюбовали наркоманы. Сегодня посетили все самые злободневные, самые такие серьезные места, на которые нужно обратить внимание. Все соответствующие команды поручения даны. Я думаю, что в ближайшее время все эти процессы приведутся в соответствие, наведется порядок. Есть вопросы сложные, долгие, которые будут решаться благодаря также краевым федеральным программам. Есть и быстро, оперативные. Наша задача выстроить диалог с населением, услышать вас, послушать, что вы говорите, какие процессы. Жителей Волковки беспокоит и вопрос берега укрепления. Во многих местах, в том числе и около школы, где прошла встреча, есть вероятность схода оползня. Решить эту проблему может комплексная краевая программа. Вопросы по водоснабжению и канализованию уже приняты руководством водоканала. Все они будут обрабатываться и решаться. А вот проблемы с отоплением в Волковке должны уйти в прошлое. Здесь приступили к монтажу новой котельной, после водокоторой все многоквартирные дома и социальные объекты будут получать тепло в необходимом объеме. Адекватное восприятие всех проблем. Все граждане были выслушаны. Ни один вопрос остался не освещен. И только когда граждане села сказали, что вопросов нет, собрание было закончено. На сходе граждан были озвучены десятки проблемных вопросов. Все они оформлены в виде официальных поручений, заведены карты учета. Без внимания не останется ни одно обращение граждан, пообещал глава Сочи. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКД. Сочинцы не смогут больше курить на балконе. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября. Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом, россияне не смогут, к примеру, зажигать свечи и курить на балконах. Вместе с тем, запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Ну а что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах. Волшебные бобы для похудения не прошли таможню. В Сочи пресечена контрабанда запрещенных веществ. Сотрудники сочинской таможни выявили посылку, прибывшую из Казахстана. Она была адресована 24-летней Сочинке. После получения посылки девушку задержали. На вопрос о содержимом она ответила, что внутри находятся препараты для похудения. Вещества были заказаны через интернет. Внутри посылки обнаружились капсулы, пластиковые банки и блистеры с таблетками, содержащие заманчивые надписи. Волшебные бобы для похудения. Идеальное похудение, детоксикация, красота. Экспертиза установила, что в составе всех лекарств содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин, включенное в список запрещенных к ввозу и обороту на территории России. Общая масса вещества составила более полукилограмма. Возбуждено уголовное дело, а санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 млн. рублей. В Сочи обсудят материалы будущего. С 30 сентября по 4 октября в Парке науки и искусства «Сириус» пройдет международная конференция, организованная Центром фотоники и двухмерных материалов Московского физико-технического института. Мероприятие соберет на одной площадке исследователи мирового уровня в области нанотехнологий и двухмерных материалов. В программе выступления более 50 ученых, ведущих научных центров России, Дании, Британии, США, Сингапура и других стран. Одним из ключевых направлений развития науки и техники в мире являются новые материалы. Они должны произвести такой же прорыв, как появление полупроводников, благодаря которым совершилась цифровая революция с появлением вычислительной техники, компактных лазеров и других устройств. Теперь взгляды ученых направлены на графен и другие двухмерные материалы. Открытие и исследование графена выпускниками МФТИ Андреем Геймом и Константином Новоселовым получили мировое признание и удостоены Нобелевской премии по физике за 2010 год. С каждым годом сфера применения графена и вообще двухмерных материалов только растет. Организаторы Сочинской конференции уверены, что предоставленные здесь разработки в ближайшем будущем найдут свое воплощение в повседневной жизни, например, в гибкой и прозрачной электронике, в высокоемких и быстрозарядных источниках энергии, легких и прочных материалах для аэрокосмоса и даже в виде интерфейсов для соединения мозга с компьютером. В Сочи пройдет фестиваль культуры и спорта Параарт. Его проведут со 2 по 8 октября в пансионате «Фрегат». На фестиваль приедут участники из 16 регионов России и ближнего зарубежья. Команда из Москвы, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Амурского края, Новороссийска, Липецка, Якутии, Южно-Сахалинска, Красноярского края будут соревноваться в настольном теннисе, ботче, стритболе, на колясках, трейл-ориентировании. В рамках фестиваля в спортивном дворце «Ледяной куб» состоится мастер-класс по керлингу на колясках. Квартет имени Рахманинова и клуб «Авторская песня» города Сочи украсят творческую программу фестиваля, на которой участники покажут свои таланты в танцах, вокале и оригинальном жанре. Концерт и выставка работ состоятся 5 октября, сообщают организаторы. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. Ну а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.